Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить свежие новости. В России требуют не восстанавливать в Финляндию поставки нефти. Прошли те времена, когда в России тщательно заботились о чужих финансовых интересах и Европу просто взяли и отодвинули от выкачивания российских ресурсов, что вызвало, конечно, непонимание и удивление за рубежом. Финляндия больше всех в Европе импортировала марку нефти Urals. Напомню, эта марка получается путем смешивания тяжелой нефти Урала и Поволжья с нефтью Siberian Light из Западной Сибири. Процесс смешивания происходил в системе трубопроводов транснефти, контролируемой государством. Я понимаю, что близость расположения к нефтяным терминалам Балтийского моря делала доставку российской нефти недорогой для Финляндии и это приносило главному финскому нефтеперерабатывающему гиганту нестиуэл огромную финансовую прибыль. Но теперь ситуации изменились, в России начали искать других покупателей. Когда в России запретили чужим компаниям из недружественных стран владеть активами в нефтегазовом секторе, это естественным образом привело к нарушению сложившихся сложных логистических цепочек, по которым иностранные владельцы перенаправляли российскую нефть в другие страны. Появились новые возможности. Чужие представители выведены из советов директоров в российских нефтедобывающих компаниях и потеряли право принимать решения, соответственно лишившись всех дивидендов. Вот тут-то и начались проблемы с поставками нефти в Финляндию, хотя они были и раньше, Европа пыталась оказывать влияние на российскую экономику с целью получения сырья по еще более низким ценам. Впоследствии каналы по выкачке недорогой российской нефти за рубеж стали перекрывать самым тщательным образом и логистика стала другой. Смешивать нефть ради экспортирования в Финляндию и Европу больше не нужно в прежних объемах, более рентабельнее использовать другие схемы. В Финляндии ничего не могли с этим поделать, раньше иностранные владельцы российских нефтедобывающих компаний направляли им на переработку огромные объемы и государственная транснефть была лишь промежуточным звеном. Теперь иностранцы не имеют права принимать решения и эта нефть направлена совершенно в другие страны, вся выгода достается российским владельцам и российскому бюджету. А где же в этой схеме Финляндия? Смешная болтовня про то, что Финляндия сама отказалась покупать недорогую российскую нефть ради приобретения гораздо более дорогостоящей норвежской, это просто попытка сохранить лицо в ситуации. Когда российские владельцы отказались выполнять чужие требования и переориентировали экспорт. Ну и что, что финская нестеоил лишилась огромных доходов и вынуждена перенастраивать свое оборудование на другие сорта? Нас это не касается, в России перестали думать о финансовом благополучии Европы. Это не единственный экономический удар, который был нанесен по интересам финских компаний, которыми, кстати, владели далеко не одни финны. Россия отказалась поставлять в Финляндию электричество, щелкнув рубильником за неуплату, а также полностью прекращены поставки леса и лесоматериалов и много чего еще, ну и, конечно, стали меньше покупать финской продукции. В России не собираются восстанавливать поставки нефти в Финляндию, есть надежные покупатели в Китае, Индии и других странах. Говорить о том, что в Финляндии вдруг отменят все ограничения ради восстановления поставок сырья из России, не приходится. Пусть лучше они покупают дорогостоящий газ из США и дорогую нефть из Норвегии, так будет более справедливо. Я даже не надеюсь на то, что Финляндия будет выполнять российские условия, поэтому доступ к российским недорогим ресурсам им ни в коем случае не предоставят. В России требуют не восстанавливать поставки ресурсов в такие страны, пока иностранные компании не начнут честно вести бизнес. Ставьте лайк, если не сильно расстроились, что российская нефть больше не обогащает финский бизнес. Россия отказывается поставлять в Швецию сырье, древесину и металлы. В Европе не перестают оказывать влияние на торгово-экономические отношения с Россией и результат не совсем радует владельцев европейских компаний. Вместо того, чтобы принимать чужие правила, в России наоборот решили оттеснить европейских управляющих от своих сырьевых рынков. Швеция на себе сполна ощущает новые подходы как со стороны Европы, так и со стороны России. Обеспечивать свое благосостояние за счет российских ресурсов там в прежних объемах уже точно не могут, ведь торговля с этой страной сократилась на 90%. Получается, Россия перестала снабжать Швецию своими недорогими ресурсами. Если посмотреть, что именно Швеция покупала у России, то там привычный набор для любой европейской страны. Топливо и нефтепродукты составляют почти 40%, химическая продукция – 38%, металлы – 9%, древесина – 6%, продовольствие – 4% от двухстороннего товарооборота. То есть выходит, что Швеции от России нужны были только одни ресурсы, которые они потом перерабатывали и продавали обратно в Россию и в другие страны в виде продукции с высокой добавленной стоимостью. Сальдо складывалось отрицательное, в целом торговля составляла не более 5 миллиардов долларов в год, но потом в Швецию было продано российской продукции всего на 240 миллионов евро. Естественно, шведские товары России не особо нужны, а вот российское сырье для шведской экономики играло довольно важную роль. Если в России с легкостью заменили шведские товары и даже не заметили этого, то для Швеции в вопросе снабжения ресурсами все обстоит гораздо сложнее. Российская древесина, металлы и углеводороды не обеспечивают шведскую промышленность сверхприбылью, а дорогостоящие привозные ресурсы забирают у шведских компаний большую часть финансового дохода. Снабжение Швеции российскими ресурсами по сути происходило в основном через прибалтийские и финские порты, но российский транзит в том направлении сошел на нет. А налаживать новые маршруты через Санкт-Петербург и Усть-Лугу, конечно, не так легко для шведских компаний в связи с загруженностью портовых мощностей. Стоит отметить, что сокращение торговли России и Швеции на 90% является самым интенсивным по сравнению с остальным Евросоюзом, который уменьшил закупки российских товаров лишь на 5%. Конечно, отказ России поставлять сырье в Швецию скажется на шведской экономике меньше, чем на финской, но одно можно сказать точно – если они за все эти десятилетия смогли газифицировать страну всего на 1%, то в будущем наращивать этот показатель будет очень сложно. В Финляндии показали куда большую снисходительность, обеспечив страну газификацией всего на 3% за всю историю, а в России на сегодня газификация 72% и в 2030 году составит 83%. Россия отказывается принимать чужие правила и просто перестала поставлять свои ресурсы в Швецию, Финляндию и другие страны, которые не отвечают российским требованиям о свободной торговле. Однако, если учесть, что Швеция покупала у России лишь одно сырье, то можно сделать вывод, что снабжать ископаемыми Швецию российские компании больше не собираются. Очередной российский ответ на действия Германии вызвал удивление и непонимание, словно там ожидали другой реакции. Как только Россия начинает отвечать европейцам, это сразу становится поводом для их огорчения и появляются возгласы про чрезмерность. Немецкая дипломатия раньше сводилась к получению недорогих российских ресурсов и это было ключевым аспектом нашего двухстороннего взаимодействия, да вот только теперь эта политика уходит в историю. Вместе с желанием России обеспечивать своими ресурсами всех, кого попало. Не успели в России озвучить ответ на высылку российских дипломатов из Германии, как в ФРГ сразу выступили с требованием не отвечать так несоразмерно, якобы это слишком чрезмерно и нетранспарентно. В принципе, эти просьбы можно понять, ведь Россию теперь обязаны покинуть сотни сотрудников немецких дипломатических и иных ведомств. Паковать чемоданы обязаны работники дипломатической сферы, помощники дипломатов, государственные служащие, учителя, культурные посредники. Такие как сотрудники института Гёта и школы Фридриха Газаи в Германии это вызвало огромное недовольство, ведь теряется возможность продвигать в России немецкие культурные и экономические интересы. Некоторые вообще предлагают перенести посольство Германии в дальние края. В Берлине потребовали от России прекратить подобную практику и не отвечать на высылку российских дипломатов, но все уговоры не высылать немецких дипломатических и культурных работников остались в Москве неуслышанными. Немецкие озабоченности просто проигнорировали и приказали собирать чемоданы сотням данных сотрудников буквально в ближайшее время. Я думаю, что в МИД Германии не очень хорошо подумали перед тем, как сказать, что российское решение о высылке огромного количества работников дипломатии и культуры является непонятным, односторонним и необоснованным. По поводу непонятным я еще могу согласиться, ведь судя по действиям немецкой стороны, там действительно не понимают, что делают. Квалификация прыгающего на батуте специалиста, которому доверили министерство, действительно оставляет желать лучшего. Не обоснованным, это конечно слишком громко сказано, каждый в России понимает, что они это явно заслужили и это только начало. Теперь в Германии уверены, что должны поступить подобным же образом, но тогда российский ответ вновь вызовет непонимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...